Добрый вечер, дамы и господа. Я нахожусь в парке Победы города София, один из моих любимых уголков в городе, в который я часто ходил в свое время дышать кислородом, потому что София город чрезвычайно грязный. Здесь смог стоит похлеще, чем в Токио, потому что город находится в Котловении, соответственно, все выхлопы при отсутствии ветра собираются в облака и просто висят над улицами. Дышать совершенно невозможно. Кстати, одна из причин, по которой я в свое время уехал из Болгарии, то есть были массы других причин, конечно, но вот это одна из таких серьезных причин, это астма. Что я не делал, то есть приходилось просто дышать всякими жидкостями, астмопен там и так далее, то есть все то, что позволяет астматику дышать, ну это чрезвычайно неприятная вещь. Правда сейчас, вот есть какой-то ветерок, да и сейчас лето, собственно говоря, астма появляется зимой, как правило, потому что еще, ко всему прочему, в Софии очень много печек и каминов в домах. Люди топят, представьте себе углем. Такая странная штука. Кто-то от бедности, а кто-то от жиру. Тем не менее, дым имеет место, и когда ты идешь зимой по Софии, такое ощущение, что кругом все горит, стоит просто страшный смог. Ну, от мажорных аккордов перейдем к хардкору и поговорим далее про ИГИЛ. Я в последние дни очень много анализирую, точнее говоря, очень много смотрю, слушаю, читаю на эту тему. Читал статьи Жижика на тему ИГИЛ и так далее. Есть одна книжечка, одна итальянская исследовательница на тему ИГИЛ. Есть откровения еще разных людей, но более всего меня порадовал мой любимец Гидар Джемаль. Была недавно такая передачка. На Эхо Москвы довольно длинная, она называется «Пиджаки». Кто не смотрел, рекомендую, потому что, в смысле, рекомендую не саму передачку, то есть не все передачки конкретно, это с Гидаром Джемалем. Потому что там были ему вопросы очень любопытные, в том числе от мусульман. Все-таки Гидар Джемаль не совсем пустое место, то есть это не просто частное мнение какого-то сумасшедшего идиота, а это все-таки председатель Мусульманского комитета России. Я не знаю, что такое Мусульманский комитет России, насколько это влиятельный орган, и похоже ли это на какой-нибудь институт Джуны, или черт знает еще на что, то есть самопровозглашенный ли этот человек, или все-таки за ним стоит что-то большее. Но, тем не менее, мы поговорим конкретно об этой передаче, потому что там было действительно много интересных вопросов. Говорил Джемаль, как всегда, последнее время про ИГИЛ, про его замечательное значение. И дикторша, интервьюерка, в общем, задала совершенно справедливый вопрос про видосики, ребята, про видосики, про те самые видосики, которые я не мог не отметить. Наверное, все-таки они, ну, каких-то более-менее вменяемых людей волнуют. Почему же такие красивые видосики, спросила интервьюерша. Что же наш Гидар Джемаль ответил? Он сказал, что, дескать, видосики эти снимали вовсе не ИГИЛ, а снимали их какие-то подставные люди, которых наняли, конечно же, злые американцы. И вот потому, дескать, они такие красивые, художественные. Там было произнесено именно слово художественные, в иронии, конечно. Хотя какая уж там ирония, я считаю, что они действительно художественные. Однако, авторство, которое Джемаль лихо переложил на чужие плечи, что называется, и присвоил им какие-то качества вот такой вот серьезной подделки, они, ну, вот он говорит, что это подделка, это не выдерживает, на мой взгляд, никакой критики, потому что получается, что подделка лучше оригинала, ребята, такого не бывает. Представьте себе, что некий, ну, я не знаю, мошенник, да, мошенник, который специализируется на ювелирных изделиях, решает сделать поддельный, ну, допустим, поддельную бижутерию. Да, вот, вот отличное, отличное определение. Поддельную бижутерию. Ну, что такое бижутерия, да, бижутерия – это дешевое, дешевые украшения, как правило, фальшивого золота, фальшивых металлов, и, соответственно, с применением каких-то дешевых камешков, стекляшек. И вот этот самый мошенник-ювелир, он делает, ну, какую-то хрень а-ля что-то. Допустим, он покупает в магазине китайскую подделку какой-нибудь перстенек с фальшивым бриллиантиком, со стекляшкой, то есть. И что же он делает? Вы уже догадались, да. И он берет, конечно, вместо фальшивого металла настоящее высокопробное золото и настоящий бриллиант самой высокой, так сказать, самого высокого качества. Огроняет его невероятно, невероятно огроняет, причем этот бриллиант какой-то совсем сверхкрупный, а выставляет по той же цене, что и бижутерию. Как вам это звучит? Для меня звучит абсолютно безумно, бессмысленно, а логично. То же самое я могу сказать про эти видосы, так называемые поддельные видосы. То есть человек, который хотел бы подделать казни ИГИЛ и скомпрометировать ИГИЛ таким образом, сделал бы следующее. Он взял бы нечто произведенное действительно ИГИЛ, то есть какую-то съемку, которую они делали, и подделал бы один в один. Современные средства, видео, дигитальное видео, компьютерной обработки, все чего угодно, позволяют сделать, опять же, все, что угодно. То есть ты можешь сымитировать буквально... То есть если уж тебе очень надо совсем сделать один в один, ты можешь просто использовать определенные алгоритмы для того, чтобы камера, подвешенная на специальный мотор, двигалась точно так же, как она двигалась бы в руках оригинального ИГИЛовского оператора. Представим себе, что есть такой оригинальный ИГИЛовский оператор, который, например, камерой трясет. Да, вот. У тебя есть бабло, ты поддельщик такой грандиозный. Что ты делаешь? Ты, значит, соответственно, применяешь такой алгоритм для того, чтобы этот моторчик так двигался. И таким образом будет то же самое. Хотя это, повторяю, то, что я сейчас сказал, это, конечно, полный бред, потому что кто там будет определять, как камера на самом деле дергалась. Ну да, но вот было бы совсем логично, если бы кто-то сделал такую подделку, да, то есть, например, снимает ИГИЛ что-то. Снимает как бы плохо, не так красиво, как подделка. Соответственно, некто берет точно так же ручную камеру, так же ее трясет и снимает так же плохо. Вот, то есть, как бы предполагается, что оригинальные записи ИГИЛ это записи такой трясущейся камеры, что ли. Я не знаю, как себе Гидар Джамаль все это представляет. Мне кажется, что он человек очень малообразованный в области дигитальных медий и достаточно компьютерно неграмотный. Но, однако, он вешает лапшу на уши таким же неграмотным дуракам, которые, наверное, это хавают все. Как-то вот они проглатывают это и как бы кажется им, что это все логично. Мы живем в век, когда ложь, ну, она просто повсеместна, она доминирует, и этикетки значат больше, чем реальность. То есть, если ты, например, назвался анархистом, будучи абсолютным фашистом, говном и неолибералистом, то, конечно, ты анархист, раз ты так назвался, ну и как угодно, да. То есть, ты можешь назваться русским националистом, будучи, например, Путиным и так далее, и так далее, да. То есть, присвоить себе любые качества, которые ты не имеешь. И все будут верить, аплодировать тебе и говорить, да-да-да, он же так себя назвал, значит, он такой и есть. Вот. Ну, были еще вопросики относительно того, есть ли это подделка. Позвонил человек, который сказал, окей, хорошо, если это подделка, почему ИГИЛ не опровергает это все публично, почему ИГИЛ не выпустит какие-то видосы, где бы какие-то люди говорили вслух о том, что да, вот существуют такие подделки, показывали их и говорили, это мы не производили, никаких таких казней не было. На самом деле, вот есть оригиналы, вот смотрите, вот это оригиналы, вот это вот подделка, да, мы протестуем и так далее. Что нам отвечает Гейдар Джамаль? Он говорит, да, типа, есть такие заявления, только их очень трудно найти. Вы просто их не можете, вы просто их не можете найти, потому что они скрыты, дескать, в сети, вы не знаете, как искать. Большой знаток, как искать, черт возьми, Гейдар Джамаль. Это очень смешно, особенно смешно, он заявил, что наверняка, то есть, если такие обращения существуют, опровергающие все это, то они непременно будут на арабском языке. Его, конечно, никто не поймет. Тут же, пять или десять минут назад, в том же самом интервью, на вопрос, почему ИГИЛ не примкнет к талибам, тот же самый Гейдар Джамаль сказал, ИГИЛ это интернациональная организация, в ней сражаются одновременно люди из всех стран, говорящие на множестве языков, и на немецком, и на французском, и на английском, и на каком угодно, и на русском, в том числе, кстати. И, значит, для ИГИЛа не составляло бы никакого труда сделать опровержение на разных языках. О каком же арабском языке говорит, черт возьми, Гейдар Джамаль? Опять, так сказать, это такие вот словесные перевертыши и отмазки, недостойные серьезного человека, как мне кажется. Это уже такое выдумывание просто на ходу отмазок в прямом эфире. Он говорит стройно, гладко, да, и вот, наверное, потому что он так стройно и гладко говорит, и он ничуть, не смутившись, тут же, так сказать, просто шпарит. А вот вопрос, а вот вам ответ, а вот вопрос, а вот вам ответ, ребята, вот, вот так вот на самом деле. И, конечно же, видимо, публика довольна. Я не знаю, то есть, ну, как бы, может быть, в студию не пускали определенные звонки, хотя трудно, конечно, заподозрить радиоэхо Москвы в пропаганде ИГИЛа. Я не знаю, может, они тоже как-то заинтересованы в этой пропаганде. Тут уже у меня какая-то паранойя возникает, ей-богу. Значит, все-таки ИГИЛ это кто? Это организация интернациональная, говорящая на разных языках, которой очень легко сделать опровержение на разных языках, в которую входит огромное количество высокообразованных специалистов из разных областей, в том числе программистов, ученых, я не знаю, математиков, там, и кого угодно. Словом, тех людей, айтишников, для которых создать такое опровержение в сети вообще ничего не стоит, и разослать его вирусным путем и каким угодно, так, чтобы его все получили, абсолютно все. Но таких опровержений на самом деле просто не существует. То есть врет наш Гейдар Джемаль. Нету этих опровержений, нету, значит, все это снимал, все-таки ИГИЛ, все эти красоты снимал ИГИЛ. Опять же, так сказать, следующий вопрос. А почему вот, да, не следующий вопрос, а сам Гейдар Джемаль, он вспоминает такую вещь, что, дескать, вот есть ролик, в котором есть такие ИГИЛовцы очень высокие, очень там какие-то накаченные баскетболисты есть, там их жертвы, все тоже там подобранные, как на подбор, например, какие-то сирийские летчики, которые в чистеньких новых комбинзонах стоят и ждут, когда им отрубят голову. Вот, и, дескать, они совершенно не измордованные, у них все в порядке с фейсами, не набили им фейсы, и, соответственно, опять же, такого, дескать, не бывает, измордовали бы их, измордовали. Ну, окей, хорошо, может быть, может быть, он прав, может быть, он прав, и он говорит, в следующий момент, он говорит, этих людей показывают крупными планами, да, то есть, лица этих летчиков сирийских показывают крупные планы этих лиц, и показывают также крупные планы так называемых палачей, то есть, людей из ИГИЛ. вопрос, почему, он говорит, ну, вот это же, так сказать, замечательная зацепка, потому что никто, дескать, из родственников этих самых летчиков не высказался в сети по этому поводу, не сказал, а, вот я увидел там своего дядюшку, да, например, ах, что же они изверги сделали, дескать, нет таких заявлений, вот в чем дело. хорошо, а зачем тем людям, которые подделывали эти видосы, нужно, чтобы были в кадре крупные планы лиц, если они могут столкнуться именно с такой проблемой. Зачем они снимали это именно так, ребята? Для того, чтобы Гейдар Джемаль вам сказал в прямом эфире, что на самом деле никакие родственники не подали голос, наверное, для этого, чтобы он так легко всех обвинил, неужели было так трудно снять их так, чтобы лица были невидимы, не видны в кадре, и тогда вопрос бы снялся. Довольно странно мне все это представляется, создать такую хорошую студию, так все поставить, абсолютно сделать такую чудесную постановку, и так просраться, дешево просраться. Неужели все кругом идиоты? Я не верю, что в одном случае человек, то есть группа людей с хорошим финансированием, она так все хорошо сделала, и в то же время она совершенно спрятая спрятая спрятая